Субтитры предоставил DimaTorzok Дома оказался только один подросток. Родители остальных будут привлечены к административной ответственности. Также полицейские проверили торговые центры, магазины и другие общественные места. Волонтеры помогут пожилым уральцам с профилактикой коронавируса. В Свердловском областном медицинском колледже обучают добровольцев. Группа быстрого реагирования должна будет оказывать помощь пенсионерам в разных городах региона. Активисты будут доставлять продукты и лекарства на дом, а также рассказывать о методах профилактики. Чтобы стать волонтером, совершеннолетним уральцам необходимо подать заявку на горячую линию 112. Группы быстрого реагирования создаются по всей Свердловской области, не только в городе Екатеринбурге, а также в других крупных городах Свердловской области. Ирбит, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Алапаевск, Сухой Лог. Ну и создаются они из числа добровольцев медицинского колледжа, в первую очередь, студентов-спасателей и волонтеров-медиков. Следить за паводком в регионе будут с помощью беспилотников. Летательные аппараты поднимутся в небо над участками, где обычно происходит затопление. Это 15 Свердловских муниципалитетов. Если ситуация ухудшится, МЧС эвакуирует уральцев. В регионе подготовлено больше 700 пунктов временного размещения. К ликвидации последствий паводка готовы приступить 16 тысяч спасателей. К паводку готовят и объекты связи. Специалисты Ростелеком оборудуют резервные источники питания, проверяют точки доступа к интернету. В случае ЧС компания обещает обеспечить бесперебойную связь как у абонентов, так и в школах, больницах и других социально значимых объектах. На территории региона во время весеннего таяния рек будет работать 46 аварийно-восстановительных команд связей численностью 329 человек. Все команды готовы к действиям в паводковый период, обеспечены комплектами индивидуальной защиты, материально-техническими средствами и оборудованием связи. Ура! 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 Военнослужащие роты почетного караула и сводного оркестра Центрального военного округа провели персональный парад для ветеранов Великой Отечественной войны. Семен Григорьевич Благинин участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Награжден двумя медалями за отвагу, орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Сейчас ветеран живет в Тавде и посещать торжественные мероприятия не может по состоянию здоровья. По дворе его дома состоялся марш и плац-концерт. Вот танк на меня двигается, а не убежи никуда, только проходит. Я беру эту бутылку, вот так лежа, метнул и попал.